Мотивация и вовлечение Тема сегодняшнего занятия Рассмотрим два этих важных вопросов в составе нашего курса Начинаем с пирамиды потребностей Абрахама Маслоу Этот исследователь установил, что все потребности любого человека Можно классифицировать вот по этой пирамиде В основе пирамиды находятся потребности в еде, в пище То есть это базовые, важнейшие потребности человека, как вида Потребность безопасности, что означает кров, стабильный источник дохода в условиях современного общества Дальше следуют социальные потребности, потребности уважения и признания Наконец замыкает эту пирамиду сверху эстетические потребности И потребности в самоактуализации Отталкиваясь от этой модели, которая хорошо себя зарекомендовала на практике Вернемся к вопросу мотивации Мотивация это побуждение к действию Такой психофизиологический процесс, который управляет поведением человека И задает направленность такого поведения Здесь существуют теории Макгрегора Х и Игрек Они, конечно, допускают определенную модель, сильно упрощенную, в отношении каждого человека Теория Х утверждает, что люди, наверное, по своей природе Отлынивают от работы Людям не свойственны амбиции Наоборот, людям присуща безответственность Главное для работника это защищенность Отсюда вытекает способ взаимодействия с такими людьми Контроль и давление И наказание заставляет человека трудиться эффективно То есть страх прежде всего Антиподом этой теории является теория Игрек Работа в радость Это естественная физиологическая потребность любого человека Каждый из нас знает, какое удовольствие мы получаем от хорошо выполненной работы Которая нам по душе Будь то колка дров Или покраска Что-то связанное с физической работой Почему люди добровольно идут в походы, занимаются физическим трудом Потому что работа это естественная потребность каждого человека Благоприятные условия труда приведут к самоконтролю и ответственности Вот что предполагает эта теория Уместный творческий потенциал в решении каждой проблемы Человек рассматривается как творческое креативное начало Вознаграждение это поощрение за результат За конкретную цель В действительности у нас немалое количество волонтеров в России Которые трудятся для достижения определенной цели И при этом не получают денежного вознаграждения Либо получают это вознаграждение в крайне ограниченном объеме Это удивительно в наш век прагматичный, когда большое внимание уделяется Индивидуальным достижениям и денежной мотивации А существуют ли какие-то другие формы? Рассмотрим дальше Теория Z Теория Z была выдвинена позже Уильямом Оуче Она была успешно внедрена на предприятия бизнеса Япония И конечно же она применима в социальной сфере и государственном управлении Долговременный найм Работа – это второй дом Часто говорят, работа – это также семья Принятие решения на основе консенсуса Поощряется инициатива снизу Коллективная ответственность за результат решения Когда за ошибку работника в конкретном департаменте Отделие несет ответственность весь коллектив Последовательное продвижение по карьерной лестнице Это следующая важная слагаемая Теория Z Что означает непрерывность, равномерность Зависимость от стажа Большое значение признается стажу И так далее Контроль осуществляется неформально Но при этом существуют и формальные регламенты Позволяющие максимально такой контроль упростить Сделать его быстрым и объективным Однако любая контрольная система имеет изъяны И если она противоречит здравому смыслу То здесь включается в первую очередь здравый смысл Теория Z предполагает внимание каждому работнику К достоинству личности На мой взгляд это наиболее правильная Наиболее подходящая теория В условиях мотивации самых разных людей Опять же у каждой модели существуют Свои апологеты, то есть сторонники и критики Конечно же и у этой модели есть свои недостатки Но они выходят далеко за пределы нашего курса Вовлечение это краеугольный камень Всего нашего раздела Вовлечение означает наивысший уровень мотивации Сотрудник радеет за свою организацию И выкладывается на все 100% Он отождествляет себя со своей организацией Он является лицом организации И это налагает определенную ответственность И самоконтроль Здесь есть замечательная формула В продолжении этой мысли Я имею ввиду вовлечение Результат равен потенциал минус вмешательства Эту формулу сформулировал Тимоти Голви Бизнес-консультант по управлению Который применительно к внутренней игре в теннис Он рассмотрел вопрос Этого популярного вида спорта в Америке На Западе в целом Я думаю в условиях России можно говорить о лыжах Или например о скандинавском ходе И каждый кто увлекается этими направлениями Физкультуре и спорта Может рассказать много интересного о том Как он чувствует равновесие Чувствует оздоровительный эффект Если занимается этим постоянно И при этом никто его не заставляет Сама мотивация происходит Переходим теперь к вопросу Философских принципов вознаграждения С времен царя Соломона Здесь изображен его портрет предполагаемый Существуют три способа вознаграждения Всем по уровну Другой способ по результату Третий способ по потребностям Первый способ характерен В условиях военного коммунизма О предельной нехватке благ Когда речь стоит о выживании человека Или группы как вида По результату Это такой способ Который часто принят В капиталистических странах Вот заработал, заплатил По потребностям Такой способ применяется В коллективах Где существует тесная привязанность Возможность к самопожертвованию В семье, например И, как мы посмотрим дальше Суперпозиция То есть сочетание этих способов Образует самые разнообразные способы мотивации Для того, чтобы разобраться В ключевых факторах мотивации Давайте обратимся к научной работе Мотивация Блинова Доктора экономических наук Мотивация Персонала корпоративных структур По большому счету Эта работа намного опередила свое время Она была написана лет 20 назад Но не потеряла своей актуальности Он различает Автор Инструментальный тип Мотивировал работника Работник, который работает за деньги Желательно, чтобы оплата происходила Своевременно, поскорее Сделал, получил Сделал, получил Например, натяжные потолки В комнате Инструментальный мотивированный работник Профессиональная мотивация Этот тип мотивации предполагает Что человек трудится не только за деньги А за достижение выдающихся результатов Ему интересно Оставить о себе хороший след Это более продвинутый тип мотивации Чем инструментально мотивированный работник Патриот Сотрудник, который трудится Именно потому, что дорожит репутацией Своего предприятия Своей организации Своего департамента Вот это мотивация патриот Хозяин Пусть даже результаты скромные Как говорит Блинов Но зато полная свобода И вот это чувство полной свободы Заставляет многих граждан Заниматься самозанятостью С переменным успехом Иногда очень скромным Но зато возникает огромное ощущение Сам себе хозяин Наконец, люмпенизирный работник Который выходит далеко За рамки рассмотрения нашей темы Но такой тип мотивации Также существует, увы, в обществе Здесь вы видите Шарикова По знаменитому произведению Булгакова Собачье сердце И хорошо представляете себе, что это такое Система стимулирования Она может предусматривать как материальные стимулы Так и нематериальные Посмотрите, пожалуйста Среди денежных стимулов Имеется ввиду заработная плата Премиальная часть Прибыль Отсюда производная КПА Система ключевых показателей эффективности Эта система достаточно хорошо разработана Исходя из целей, которые стоят на предприятии Цели могут быть как финансовыми Так и гуманитарными Если эти цели прописаны достаточно конкретно То систему КПА подготовить Дело техники Сейчас существует целый класс программ Которые умеют это делать достаточно хорошо и подробно Заключается в том, что не все вещи можно формализовать И рано или поздно по закону о неполноте Мы столкнемся с противоречием Когда результат противоречит базовым ценностям Общества или организации Наряду с денежными способами мотивации Есть также натуральные способы Путевки, лечения, бесплатный транспорт Или год на оплачиваемый транспорт И так далее Среди нематериальных стимулов Что реже встречается в литературе Но очень востребовано на практике Это социальные, конечно Престижность труда Возможность карьерного роста Большие трансформации претерпело российское общество За последние 25 лет И поэтому престиж труда несколько упал Но вместе с тем возрождается международное состязание WorldSkills Где снова обращают внимание на важность ремесел Профессий Поэтому, скорее всего, будет возрождаться престижность труда Если раньше использовалась доска почета То сейчас используется сайт Instagram Фотография корпоративных мероприятий Наряду с социальными существуют моральные стимулы Уважение со стороны друзей Государственные награды Поощрение за выслугу лет За честную, добрую работу Имеются также творческие стимулы Это возможность самосовершенствования Самореализации Как, например, в компании Google Американском монстре Один день сотрудники могут уделять собственным проектам Чему душа лежит А некоторые российские компании тоже Особенно в области творческого стимулирования профессии Используют такие принципы у себя в работе С этой позиции Пятидневная неделя или шестидневная Или четырехдневная Не играет никакой роли для творческих работников Способы нематериальной мотивации Продолжаем Эта тема особенно требует детального освещения Посмотрите, пожалуйста, смысл и цель Что имеется в виду Особенно для поколений миллениалов Те, которые родились около 2000 года и позже Многие люди теряют смысл и цель жизни В современном мире Который полон турбулетности, противоречий Экологических и политических проблем И оказывается только лишь цель В извлечении прибыли В приумножении, в личной наживе Часто заводят и людей молодых, и людей среднего возраста в тупик Поэтому работа должна давать осмысленное продолжение Может ли работодатель обеспечить смысл и цель? Ответ положительный Для этого нужно делать важную миссию Важную социальную миссию За которую человек будет гордиться Уверенность в себе Это вырабатывается у тех работников Которые получают яркие социальные достижения И поддержку со стороны коллег Потребность в уважении Мы уже снова возвращаемся к фотографиям Такой способ нестандартный Как завтрак с губернатором С главой региона Почему бы и нет? Поощрительные награды за результат Результат должен быть трудно Трудно достижимо Но и тем более большую ценность Приобретает поощрительная награда Столовая и кофемашины в офисе Мало того, что это требование законодательства Но это облегчает труд работников И тоже дает привлекательность в работе Спортивный зал Как, например, или комната отдыха на работе Очень также желательно Потому что часто люди работают с перегрузками Нам встречались практики нашего консультирования Брокерские компании У которых были бильярдные столы Теннисные столы на работе Пожалуйста, настольный теннис Широко практиковался во времена Советского Союза Это отвлекает инженерный персонал Тех слушающих, работа которых сопряжена со стрессом И все это положительно сказывается на эффективности На результате Душевые на работе У нас сейчас резкие перепады климата И душевые нужны не только работникам Тяжелого физического труда Время выделены под личные проекты Например, в компании Техноград Дубль ГИС Как мне рассказывали Есть возможность заниматься личными проектами И не случайно на большинстве мобильных устройств Вы увидите яркое приложение этой компании Которое растет из Новосибирска Страховка, медицинская страховка Добровольное медицинское страхование Очень часто используется работодателем Санаторно-курортное лечение Особенно для лиц уже старшего и среднего возраста Которые высоко ценят хорошее состояние здоровья Гибкий график работы и отпуска Почему бы и нет? Потому что в конечном счете Каждый человек хотел бы отдыхать с семьей В удобное время И кроме того Совместные путешествия сотрудников С женами, с детьми, с супругом Символические подарки Ко дню рождения Или к Новому году Как к наиболее яркому празднику для россиян Многие компании в последние годы Вместо ненужного застолья Предпочитают пожертвовать Часть своего дохода На благотворительные цели Потому что потребность помогать ближнему Также присуща каждому человеку Как и потребность приумножать личный доход Это заметили исследователи Персональная парковка у офиса В условиях урбанизированного города Это может иметь очень важное значение За результат, конечно Обучение за счет работодателя Или софинансирование обучения Возможность выбора бонуса Самим служащим Это бар опций Каждому человеку требуется что-то свое И хорошо, если предоставлено право выбора Самому служащему Вместо навязывания тому, что ему не нужно Хочу сказать, что сказанные принципы Они распространяются и на некоммерческие сферы Помните, мы говорили с вами о цели И о смысле жизни для миллениалов Людей, которые родились около 2000-х годов Вот конкретный социальный проект Банкротство в один клик Или банкротство через смартфон Социальные сети играют колоссальную роль Для того, чтобы развивать новые социальные практики И как установил Говард Рейнгольд В своей книге «Умная толпа» Они потенциал социальных сетей сложно переоценить Вот посмотрите, пожалуйста Под девизом «Научи ближнего» мы провели просветительскую работу Которая призвана ломать барьеры Этого не может быть Подать заявление в арбитражный суд Может только человек, имеющий юридическое образование То есть барьеры и стереотипы Здесь есть несколько принципов Причем мы открыто консультировали То, что мы вам рассказали Пожалуйста, расскажите вашим знакомым Поделитесь опытом, помогите Потому что в конечном счете Это вам вернется старицей И в результате был создан президент Первый президент в России С участием нашего центра Полное освобождение от толков И самое главное в арбитражных суд Сейчас это уже пройденный этап Вполне уже очевидный Коллективные опыты знаний Становятся легко доступными Благодаря социальным сетям Эту диаграмму я прошу всех Внимательно рассмотреть Не спеша Уже после самой лекции О том, как формируются новые социальные практики С соответствующими комментариями Мы ее разместим Что касается сферы государственных услуг Я хочу заострить ваше внимание Уважаемые коллеги На двух вопросах Руководство и служение Насколько это актуально Особенно в сфере государственных услуг Здесь вы видите выдержку Из сайта государственных услуг Амурской области Для примера Категории услуг Давайте сравним старую культуру Традиционную и новую культуру В новой культуре предполагается Устойчивое развитие Вместо однократного роста Рост, который неустойчивый Менее предпочтительная ситуация Вместо навязанных правил Практикуемых в старой культуре Нужны внутренние ценности Ценности, которые Уверенно идут у нас Из души Из нашего стержня Вместо работы под страхом Предполагается доверие и контроль Есть известный принцип Доверяй, но проверяй Давайте рассмотрим его наоборот Проверяй, но доверяй при этом Вместо количественных показателей Принимают свое внимание В первую очередь Качественные показатели Вместо принципа Служащих учат Служащие учатся самостоятельно И эта мотивация происходит от них Вместо принципа Каждый сам по себе Никто ни от кого не зависит Вот в этом смысле Независимость Используется принцип Взаимозависимость Потому что именно в командной работе Достигаются наиболее яркие результаты Вместо ориентации на успех Ориентация на служение Служение это означает Быть полезным людям Это главный ответ Для чего мы работаем Для чего мы живем Человек чувствует себя счастливее Когда он помогает другим людям Такова человеческая природа Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова